приветствую друзья на библейском портале экзегет ответы на ваши вопросы почему праведники ветхого завета не могли попасть в рай ну рай знаете ли это все-таки не курортное какое место куда был бы транспорт и средства и доберемся дело в том что раем или царством небесным мы называем богом для человека предназначенное единство в вечности которое было потеряно после грехопадения адам и до бога воплощения до спасительного для нас служения господа иисусу христу а служение это крестное с последующим воскресением вознесением не с посланием духа святого от отца исходящего устроением церкви до всего этого последования промыслительных и спасительных божественных действий в отношении человечества невозможно было и надеяться умирающим людям даже если они очень хотели быть с богом после своей временной жизни оказаться в этом единстве с богом только варит христос в своей беседе с никодимом в ночной тайной беседе невозможно войти царство небесное человеку только водой и духом надлежит ему родиться обновиться в богом установленном таинстве крещение после которого начинается уже иная жизнь ибо власть господня господа пострадавшего за грехи человеческие и воскресшего уже даровать человеку признающему исповедующему христа спасителя вот эту жизнь в обновлении естества жизнь когда его временное уже не ограничивает а приближает его участие в вечном у праведников ветхого завета еще этого этих дверей открытых не было такая церковная пословица напоминает нам чтобы никого не осуждали и никого не приговаривали прежде прежде исхода да и после исхода первым рая вошел разбойник которому христос креста пообещал сегодня же быть с ним в раю а сделав апостолы петра и всех апостолов своим своими ключерями царства небесного и всех священников как опос преемников апостольской благодати прежде всего архиереев их помощников священников кому вы простите на земле будут прощено на небесах кому вы разрешите вход в небесное царство на земле тому небеса небесное царство будут отверсты таким образом установив таинства церковные в них господь положил силу свою преображать человеческое естество в свободу чад божьих в вечное с ним в жизни блаженной и совершенной участия апостол павел в отношении ветхозаветных времен замечает все пили от одного и того же духовного камня камень же есть христос но только ветхозаветные люди жили упованием поэтому и умирая снисходя в шеол таинственный или как говорит писание приложившись к отцам они тем не менее не умирали так как представляет это атеист не растворялись как пар христос указывая иудеям неверующим воскресенье напоминает как звучало откровение божье моисею аз есть бог авраама и бог исаака и бог иакова бог же наш несть бог мертвых но бог живых и в притче о богатом и нищем лазаре господь описывает бытие праведников после смерти как почивание на лоне авраамовом оно еще не есть рай но некоторое единство тех кто еще в ветхом завете жили упованием на грядущего спасителя и тогда когда его явление совершилось когда он снизошел во ад после крестной смерти своей душой своей божественной соединенной с человеческой природой для изведения оттуда всех ветхозаветных праведников в область света тогда и осуществилось их упование вещей обличения невидимых их вера грядущего спасителя их хранение божественных заповедей закона указывающего грядущего мессию получила свое осуществление так что мы сейчас в жизни новозаветной церкви наряду с новозаветными святыми праведниками поминаем и ветхозаветных которые именуются святелим феофаном затворником светлейшими личностями ибо посреди мрака язычества провидели грядущего спасителя им жили и во время земной жизни и на него уповали и по исходе своим и сподобились конечно же от господа того величайшего утешения которого и мы с вами чаем вечного с ним во царстве небесном пребывание внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео субтитры делал DimaTorzok